Ну, я не скажу, что я прям в шоке, но я несколько удивлен, а удивить меня непросто. В общем, позвали меня сегодня на отпевание, а служба? Ну, думаю, ладно, не буду задерживаться как-то после службы, постараемся побыстрее, вот, и поеду, отпою. И вот уже еду, уже почти приехал. Звонят, говорят, бабушка, не надо уже. Ну, не они звонят, другие звонят. Там уже это, женщина одна отпела. Не, ну, бывает такое в деревнях, да, вот иногда там, ну, нет возможности батюшку позвать. Кто-то из верующих просто приходит, читает молитвы, но все равно как домашняя молитва. А тут ждут батюшку, и нет, мы торопимся, батюшка что-то долго едет, пускай вот эта женщина отпоет. Вот, куда торопиться? Как будто у вас каждый день родственники умирают. Не, понимаю, еще в городе там, да, там машина заказана, там на кладбище время как-то, еще чего-то. Ну, в деревне куда вы торопитесь? Что, водка остывает что-ли, или что? Куда торопиться в деревне? Не, мне-то, собственно, наоборот, наверное, проще, потому что, ну, вот, получается, я дома появился на час раньше, чем планировал. Но, просто как-то за женщину обидно. Ну, ну, что за отношение такое, да, вот, детей? Куда вы торопитесь? Что, куда спешить? Ну, я понимаю, там, я не знаю, там, каждый день бы родственники умирали, и как бы уже, ну, да, надо побыстрее, чтобы своими делами заняться. Но это же достаточно редко происходит, когда вот близкие люди нас покидают. Ну, проводите вы по-нормальному, я не знаю. Как-то вот, вот, не знаю, меня все равно, вот, я вот в легком недоумении. Поэтому, к чему это видео? Ну, вот, хотелось бы мне всех призвать не спешить на похоронах. Даже если, скажем, люди неверующие, да, ну, вот, вы не будете звать священника, ну, все равно не спешите. Проводите чинно, спокойно, не торопясь. Ну, это же действительно очень важное событие в жизни человека, грубо говоря. Два таких фундаментальных события. Это рождение и смерть. Поэтому отнеситесь с уважением к усопшему. Проводите его достойно. Мне кажется, это важно. Ну, а если вы уже в возрасте и знаете, что вы вот как-то, ну, не очень занимались воспитанием детей, выросли они бестолковыми, то пока живо напоминать им, что проводи меня достойно, там, позови батюшку, там, все, чтобы было чинно, спокойно. Вот, чтобы, потому что дети сами же потом будут переживать, да, что вот, там, в суете все было непонятно как, непонятно что. Пока молодые они, может быть, не поймут, да, встанут постарше, проснется совесть, совесть начнет говорить, слушай, как бы нехорошо ты поступил-то. И они будут этим мучиться и сами от этого будут переживать. То есть, поэтому это очень все-таки важно, говорить своим родственникам, чтобы, особенно если мы уже чувствуем, да, что вот нам недолго осталось, говорить своим родственникам, чтобы похоронили достойно, как, что, там, вот, там, сходи туда, там, того батюшку позови, там, еще чего-то, там, то-то сделай, это сделай. Вот, им проще будет, когда у них будет такая готовая инструкция, и вам будет спокойнее, что вас проводят хорошо. Ну, и на самих похоронах все будет более благолепно. Все-таки, действительно, смерть это очень важное событие в жизни. Верующие, мы знаем, что за смертью нас ждет продолжение. Ну, и неверующие, они же тоже относятся все равно к смерти, так вот, с благоговением. Так что, надо своих родственников стараться проводить без суеты. Мне так кажется. Субтитры создавал DimaTorzok